Плохие дороги, открытые люки, разбитые дома. Ряд подобных проблем беспокоят жители Абайского района уже несколько десятков лет. Неоднократно многострадальцы обращались в местные исполнительные органы. Хоть и обещали они привести все в порядок, но по сей день изменений никаких не происходит. Миром Гульсал Кимбаева расскажет подробнее. Видела, ходили обувь оденутую из дому, такие вот как бахилы эти, а туда пройдут уже, снимают, меняют. Никакого внимания к нам нету. Вот выходим в грязи полностью, как будто мы не люди. Уважаю Акимат, обращение нашей улицы уделяет вам внимание, чтобы вы на нас уделили внимание, чтобы наша улица была немножко хоть починена и сделана, чтобы мы ездили здесь потихоньку, и дети ходили в школу и со школы возвращались нормальненько. А то не по колдобинам этим и не по ямам, а то не ровен час, они попадут в какую-то яму и будут неприятности. И никто, ни асфальт, ни этот, никто ничего внимания не обращает на нас. Там прорвется, там прорвется, а еще весной тем более. Дети не могут ходить, они обходят все. Этот сюжет вышел в эфир еще весной. Еще тогда представитель руководства Абая обещала, что дороги приведут в порядок в самое кратчайшее время. А точнее... Сейчас у нас все высохнет. Когда все высохнет, когда земля будет более осядеть, тогда можно уже проходить грязь. Потому что сейчас, если дождевую погоду, земля еще сырая, грязь она пройдет, там же получается, как бы, этот результат не даст конечный. Потому что будет, как бы сказать, грязь появляться, как бы, куча грязи это будет. Только после того, как она, земля высохнет и просядет нормально, чтобы ее можно было снимать. А сегодня о кематчике города Абая говорят по-другому. По остальным дорогам ведется планомерная работа. До 2018 года мы разделили каждые дворовые уличные дороги и будем отремонтировать их поэтапно. На следующий год запланировано отремонтировать улицу Промышленной. Это 2,1 километра автомобильной дороги с поправлением Моногорода. Осторожно открытые колодца. Это вторая проблема, с которой столкнулись жители Абая. Одна из таких зияющих дыр расположена на проезжей части переулка Горняков. Хуже того, близ детского сада и школы. А кематчики и люки закрыть обещают. Ежегодно проводится мероприятие по выявлению колодцев без люков и закрытия. В этом году мы, как бы, центральные все улицы закрыли. Значит, с начала года было вложено около 50 колодцев. До конца года мы все колодцы, которые у нас имеются открытием, мы их закроем. И это не последняя проблема, о которой забыли местные власти. Число разбитых домов перевалило за шестой десяток. По словам жителей, такие брошенки дети превратили в место для игр. А начальник ЖКХ же утверждает, что убирать развалины будут только через два года. А пока живите как хотите. Мы планируем как бы в течение 2013-2014 годов все 56 домов снести. По программе Моногорода с республиканского бюджета. Подсчитывая жалобы обайцев, город можно по праву назвать одним из самых проблемных городов, спутников шахтерской столицы. Мирамгуль Салкимбаева, Бауржан Алипов, Евгений Афанасьев, Первый Каргандинский. Спонсор выпуска новостей – компания Galaxy Group с торговой маркой Allugal. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Allugal. Allugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Allugal – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легко в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Allugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Allugal. Редактор субтитров А.Семкин.